Всем привет, друзья! Хорошая новость из Евросоюза. 15 июня планируется открытие границ Греции, Кипра и Польши. Наконец-то мы спокойно сможем летать в отпуск, греться на солнышке и баловать себя купанием в Средиземном и Эгейском море. Однако большинство из нас интересуются трудоустройством, переездом и легализацией в Европе. Отличная новость для вас! Подавать документы на польскую рабочую визу можно уже прямо сейчас, а уже с 15 июня мы беспрепятственно сможем въезжать в эту страну из СНГ. Об этом сообщила вице-премьер-министр и министр развития страны Польши Едвига Эмилевич. Правительство намерено открывать границы. Между тем, 11 мая визовые центры Польши в Минске, Бресте и Гродно возобновили прием документов на визы, сообщает VFS.global. Получить их могут лица, трудоустроенные в Польше, имеющие разрешение на работу, заявления о предоставлении работы иностранцу в Польше и сезонные разрешения на работу, а также владельцы карт поляка и водителей международных перевозок. То есть уже сегодня наши партнерские предприятия и эксперты на местах в Варшаве, Гданске, Кракове, Родомске и в других городах страны постепенно возвращаются к нормальной рабочей активности, выходят на полную мощность, обеспечивая нас новыми рабочими местами, вакансиями и воеводскими приглашениями для успешной подачи и получения польских рабочих виз. Как мы сообщали ранее, рынок вакансий в Польше после карантина находится в дефиците. Еще вчерашние так называемые «золотые должности» были закрыты для большинства неквалифицированных приезжих из СНГ. Во всяком случае, первые 3-4 месяца до начала карьерного роста и обучения. Но ситуация координатно поменялась. Также обстоят дела в Германии, Норвегии, Чехии и Испании, где власти, например, пошли на крайние меры и готовы легализовать даже нелегалов, выдать им вид на жительство, задействованных на сезонных работах по сбору урожая, фруктов и овощей. Оставайтесь с нами, обращайтесь к нашим экспертам и получайте квалифицированную помощь. Всем удачи в эмиграции!